здравствуйте друзья С вами канал Ньюаш Ворд Наша ежедневная информационно-аналитическая программа И я ее ведущий Александр Гнущенко Сегодня 21 число Это финал, конец Траурной, скорбной недели Да, она Траурная и скорбная для наших соседей Для наших братьев, живущих В странах Балтии В Балтии, Литве и Эстонии С чем это связано? Расскажу 14 и 16 июня Советским Союзом Была осуществлена Окупация этих трех Прибалтийских республик С последующей аннексией Мы должны знать историю Сталинских владеяний Историю агрессивной политики Советского Союза Давайте Вкратце поговорим о тех военных событиях И политических интригах Которые Путешествовали вот этим всем событиям И к чему они в конечном итоге привели К трагедии этих трех народов В августе 1939 года Советский Союз Заключил с Гитлеровской Германией Пакт о ненападении Что привело к началу Второй мировой войны 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу А 18 сентября То есть через 18 дней После начала Официального начала Второй мировой войны Как это признано мировым сообществом В войну с Польшей Вступил Советский Союз Дело в том, что К пакту о ненападении Который предусматривал Раздел Польши Прилагались еще Секретные протоколы В которых были обозначены Границы национальных Или государственных интересов И России И Советского Союза И Германии Какие государственные интересы В нем предусматривалось В этих протоколах предусматривалось Что стран Балтии Отойдут к Советскому Союзу Естественно эти протоколы Были секретные И никто об их существовании не знал Об этом узнали только в 80-е годы 20 века Так вот После раздела Захвата Польши Двумя тоталитарными режимами Советский Союз Уже 19 сентября То есть на следующий день После ввода войск В Польшу Приложил всем трем Государствам Балтии Заключить договор О взаимопомощи Договор горы О взаимопомощи В целях защиты Их территории От возможной агрессии Германии Советский Союз В лице Наркома иностранных дел Молотова сказал Смотрите Германия Это агресса Она первая напала на Польшу Она Аннексировала часть Польши Поэтому Мы предлагаем вам Свою защиту В результате которой Вы будете находиться В безопасности Под зонтиком Советского Союза Все три государства Будучи напуганы Германской агрессией Против Польши Заключают Советским Союзом Пакт о взаимопомощи Вот смотрите Эстония 28 сентября 2 октября Латвия И 10 октября Литва В соответствии с этим договором О взаимопомощи Пактами вернее О взаимопомощи На территории каждого государства Вводится Военная группировка Каждой численностью 25 тысяч человек Естественно с вооружением Боевой техники Полгода нервной передышки Полгода введения в заблуждение И построения новой интриги 14 июня Вот как раз 80 лет назад Почему эта неделя Прошедшая неделя Является траурной И скорбной Для наших братских народов И 16 июня Значит 14 июня В отношении Литвы А 16 июня В отношении Латвии И Эстонии Объявляется Ультиматум Знаменитый ультиматум 1940 года Эти государства Обвиняются В гром нарушении Ранее заключенных договоров То есть В тех самых договоров О взаимопомощи Какие упреки Какие претензии Предъявляются То что На территории этих республик Действуют Прогерманские организации То что Немецкая диаспора На территории Этих республик Пользуется Широкими правами И то что На территории этих республик Запрещена деятельность Коммунистических партий Этот Ультиматум Как бы Был толчком К тому Чтобы 15 и 17 июня Опять же На этой Правовной и Скорбной неделе Были введены Дополнительные контингенты Советских войск На территории Каждой республики Примерно по 50 тысяч Военнослужащих Опять же С вооружением Боевой техникой И теперь Группировки Советских войск На территории Латвии Литвы И Эстонии Во много Почти в три раза В каждой республике Превосходили По своей численности Не говоря уже о наличии Боевой техники Численность Своих собственных Вооруженных сил Этих республик Примерно В три раза Под давлением СССР Президента Этих стран Под политическим Давлением Советского Союза И на штыках Советских Военнослужащих Правительство Будет принято Решение О снятии Этих правительств Этих государств И сформировано Новое правительство Которое Были Сформировано Именно под Давлением Под политическим Давлением Советского Союза Кроме того Была разрешена Деятельность Коммунистических партий И тут же под давлением Советского Союза Сформированы братья-близнецы Как по щелчку Во всех трех государствах Так называемые блоки трудового народа Сопротивляться советскому давлению Эти государства не могли Учитывая Экономическую военную мощь Советского Союза А также учитывая то Что на территории Этих стран Были серьезные Подпольные коммунистические движения Которые фактически Вошли в эти блоки трудового народа И то что Была серьезная Достаточно большая российская диаспора Русскоязычная диаспора 14 июля опять же Под давлением Советского Союза Через месяц после оккупации Уже стал вопрос об аннексии То есть о присоединении к Советскому Союзу Во всех трех республиках Опять же по щелчку Одновременно 14 июля Были проведены парламентские выборы Внеочередные парламентские выборы То есть фактически Разорваны парламенты этих государств По 85-95% В новых парламентах Выиграли Взяли Получили голоса Представители вот этих самых блоков Трудового народа И уже 21-22 июля Через неделю после Внеочередных парламентских выборов Все три государства Заявили о Вхождении Провозгласили Вхождение в состав Союза Советских Социалистических Республик И получили все удовольствия И все радости От Этого шага Прежде всего На территории республик Начались серьезные репрессии Депортации В течение 40-41 года Только с территории Эстонии Было депортировано В лагеря В Сибирь В ссылку Порядка 10 тысяч человек С территории Латвии 15,5 тысяч человек С территории Литвы Около 20 тысяч человек Но говоря уже о Руководящих Бывших руководящих Государственных деятелей Этих стран Полицейских Военнослужащих Крупные буржуазии Многие из них были Взяти под стражу Впоследствии расстреляны Это обыкновенные репрессии Которые проходили на территории Всего Советского Союза Еще в годы Гражданской войны И первые годы Советской власти То есть эта калька Была наложена На все эти три Прибалтийские страны Кроме того Многие Очень многие Латыши Литовцы Эстонцы Лишились своей собственности Потому что По советским законам Собственности Иметь Частной собственности Иметь было нельзя Люди лишились Недвижимости Люди лишились Земли Люди лишились Предприятий Люди лишились Крупных денежных сумм Которые хранились В банках Все это было Национализировано Точнее Взято В свое Советским Государством Советским Союзом В дальнейшем История Этих трех государств Была еще более Драматичной В основном Этот драматизм Был и обусловлен Советской оккупацией Последующей Аннексией Это была потом Оккупация немецкая Потом возврат Советской оккупации И аннексии Длительный период Сопротивления Так называемых Лесных братьев Советским вооруженным силам И силам НКВД И МГБ Скажем так Что реальные Партизанские Военные действия Прекратились Только Где-то к концу Пятидесятых Пятьдесят восьмому Году И в течение Сорока лет Все эти Страны Уже в послевоенные Годы Оставались Под советской Оккупацией Только в конце Восьмидесятых В начале Девяностых Эта оккупация Прекратилась И мы видим Сегодня Что это Достаточно Свободные И достаточно Благополучные Демократические Страны Почему Я Заговорил Именно сегодня Именно об этом А не в те дни Когда это случилось Да потому что На днях Два дня назад Вышла Программная Серьезная Историческая Статья Нашего Славного Славного Национального Лидера Который написал В ней Что Советский Союз Принес На территорию Латвии Эстонии И Литвы Счастье И все Ужасно Этому Радовались Я в этом Вижу Ничто иное Как Попытка Нашего Национального Лидера Полностью Оправдывать Внешнюю И внутреннюю Политику Сталина И сталинизма Сталинизм В целом Учитывая то Что он является Его Аполлогетом Оправдывает Эту политику Полностью И Учитывая То Что Россия В настоящее время Наследует И внутреннюю И внешнюю Политику Этого Тирана И преступника Простите Меня Я вынужден Как россиянин Уважаемые Братья Прибалты Просить у вас Прощения Вынужден Просить у вас Прощения Я Оскорблю Вместе С вами У него тоже Крайне Траверное Настроение Связано Вот с этими Событиями 1940 года И простите Меня еще раз И каждый Нормальный Россиянин Который знает Свою Не совсем Славную историю Должен Перед вами Извиниться Спасибо за внимание Всего вам доброго Подписывайтесь На наш канал Распространяйте Это Это видео Счастливо Пока Распространяйте Распространяйте